Привет, друзья! Наше кулинарное путешествие по Австрии продолжается. Сегодня мы будем готовить яблочно-бутербродный пудинг. Из серии ничего не выбрасываем, все запекаем. Рецепт под видео, а я начинаю готовить. Для пудинга нам понадобится одно яйцо целое и три желтка. Белки я отделяю отдельно, мы их будем взбивать, они нам понадобятся чуть-чуть позже. Добавляю ложечку сахара. Сахар можете добавлять по своему вкусу, чуть больше, чуть меньше, неважно. Немного ванильного сахара. Молоко. И совсем немножко корицы. Капелька, примерно пол чайной ложки. И лимончик. Вот лимон у меня тоже, когда-то я его использовала, натирала цедру. Тоже сюда сейчас мне нужно совсем немножко. Люблю такие рецепты, когда, если остаются какие-то продукты, и не знаю, что с ними приготовить, иногда выручают такие довольно интересные рецепты. Ну все, теперь просто взбиваем. Ну вот, в принципе, и все. Здесь масса не должна увеличиться, просто нужно ее хорошо взбить до однородной массы, скажем так, однородная консистенция. Ну что, теперь вот у меня есть почти что старая булка. Австрийцы ее не выбрасывают, а готовят вот такое замечательное блюдо. Вот этой молочно-яичной смесью заливаю кусочки булки. Вот так, может быть, пока она будет замачиваться, ее тут можно пару раз перевернуть, чтобы она хорошо вся пропиталась. Пока булка будет пропитываться, мы с вами приготовим начинку. Ну что, теперь нужно порезать яблочки. Яблоки сюда лучше всего подходят кисло-сладкие. Кисло-сладкие косточки мы, конечно, обязательно убираем. Яблоки буду нарезать пластиночкой тоненькой. Ну что, яблоки порезала. Добавляю тоже немного сахара, неполную столовую ложку. И немного корицы. Яблоки всегда хорошо сочетаются с корицей, поэтому мы их сюда и добавим. и перемешиваем вот в общем-то начинка для пудинка готова так легко и быстро можно приготовить из того что есть дома к ужину замечательный десерт в принципе почему бы не приготовить на завтрак так друзья теперь берем форму для запекания любую какая у вас есть промазываю форму растопленным сливочным маслом и выкладываем сюда булку вот прям так как она есть ничего страшного она немножко размякла делаем первый слой булки вообще такой пудинг можно сделать не только из остатков хлеба или булки а будет очень вкусно также сухого печенья точно также нужно печенье залить вот такой яично-молочной смесью и в принципе ну начинку вы можете класть любую все что у вас есть дома теперь кладу слой яблок и вот у меня еще есть изюм я положу изюм вообще австрия очень любит изюм замачивать в роме поэтому если вы любите тоже пожалуйста можете замочить изюм в роме и у меня еще есть орешки жареные миндальные лепестки я их тоже сюда добавлю и опять у нас идет второй слой булочки не обязательно выравнивать все красиво просто выкладывайте как вам нравится как вам удобно и слой яблок и поливаю все это растительным маской извините ребята сливочным маслом топленое сливочное масло вот так вот прям поливаю немножечко все теперь мы отправляем всю эту красоту в духовку 180 градусов разогрела духовку минут на 10-15 друзья пока пудинг в духовке мы быстренько взбиваем белки переливаю белки в чашу для миксера и сначала буду взбивать на средней скорости до образования пены как только появится пена буду добавлять сахар потом увеличиваю скорость и взбиваю до стойких пиков ну что пудинг у нас почти готов яблочки запеклись теперь выкладываю белки чтобы белки знать точно что не хорошо взбились вообще на время взбивания белков уходит 7-8 минут потом они не падают ведь в принципе они вот держатся если белки держатся значит вы хорошо взбили теперь ровным слоем покрываю пудинг белками духовку я уже включила на 200 градусов надо чтобы она теперь разыгралась посильнее можно постараться придать какой-нибудь интересный рисунок хотя по-моему это и так уже все красиво и вкусно нужно хочется быстрее это попробовать все друзья эту красоту отправляем в духовку 200 градусов я увеличила температуру буквально минут на десять друзья вы посмотрите какая красота обалдеть как это красиво фантастика друзья давайте скорее пробовать стоит такой аромат бесподобный уже хочется быстрее попробовать что же получилось восхитительно просто восхитительно друзья это действительно очень очень вкусно но в принципе что здесь может быть невкусного булочка в молоко орешки друзья скажите мне пожалуйста что вы готовите из старой булки какие вы знаете рецепты поделитесь пожалуйста в комментариях мне кажется австрийцы молодцы чудесно придумали как можно использовать старую булку яблоки и корица сверху безе восхитительно просто восхитительно друзья приглашайте своих друзей к нам в гости на наш канал спасибо что вы нас смотрите прошу к столу и приятного вам аппетита